включаю запись в телеграме в телеграме записывать видео начать запись все отлично и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору и сегодня мы находимся в боец и так называется глава и вышел сейчас помню почему она так называется и значит мы продолжаем изучать . которая вот она пришла умничка на это и а значит мы изучаем очень интересная глава значит вообще вся тора интересная книга берешит она особенно интересная потому что она закладывает нам основы вообще основы как устроен человек как устроена жизнь все законы жизни они в книге перешит в начале потому что дальше идут заповеди заповеди это уже профессиональное служение всевышнему когда ты с помощью определенных действий выполняете действия ты выполняешь волю всевышнего и в этот момент и соединяешься со всевышним и заповеди уже соблюдать это уже сложнее так как для профессионалов да а все люди хотят хорошо жить а как хорошо жить что такое вообще хорошо как это достигнуть как действовать какие законы действуют какие архетипы людей событий все это в как раз люди бы решит и мы ее сейчас изучаем значит вышел яков из берешевы начинается глава его хотел убить брат представляете а почему хотел убить брат потому что мама любила якова больше а папа любил больше брата и когда возник конфликт между разное разное мнение между папой и мамой это были великие праведники и цхак и рифка они были великие праведники мама решила обмануть папу и сына якова уговорила прям приказала ему он был послушный сын выполнял заповедь почитания родителей уговорила его чтобы он что сделал чтобы он пошел переоделся в брата и взял благословение у отца и он взял это благословение на деньги на богатство и на власть и получилось сын 2 его возненавидел хотел убить значит папа он принял эту ситуацию потому что то что уже происходит это от бога и это очень важное разделение что если то что произошло ты это отрицаешь этому сопротивляешься значит ты как бы идешь против бога если ты принял то что произошло то ты понимаешь что это всевышний сделал всевышний это добро это бог ты не можешь сопротивляться тому что уже было и в этом вот очень важный тоже урок что я ицкак он принял то что произошло и он сказал пусть будет благословлен то есть он принял он сказал значит свыше не так хотел чтобы именно он получил благословение но и сав который так не был предан всевышнему он сказал нет я все равно его убью за это то есть он у меня забрал это благословение я убью и яков убежал ушел он из этого города из бершевы и пошел в хоран папа и мама сказали ему иди туда ищи себе невесту из семьи мамы из семьи значит родного брата мамы возьми себе там из этой семьи жену и яков значит выходит из бершевы и первая же ночь он останавливается бершева это на юге израиля и он шел значит шел 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 и вместе где арамурия где потом был храм он засыпает и мы вчера изучали знаменитый вот этот сон якова лестница в небо stairs in the heaven to the heaven я не помню как песня называется лестница в небо ли дзепплин пели эту песню и мы вчера поняли смысл этой лестнице бог ему показал как ангелы поднимаются и каждый твой поступок каждое твое слово создает ангела который поднимается и ангелы спускаются ангелы это те события которые приходят твою жизнь те люди которые приходят твою жизнь это ангелы спускаются по этой лестнице это человек который стоит ногами на тело это вертикально ходящая лужа которая состоит на 30 процентов из земли из таблицы менделеева и на 70 процентов из воды которая тоже таблица менделеев чек это вертикально ходящая лужа и вертикально ходящая таблица менделеева где все есть элементе тебя но это это то что стоит на земле подножья лестницы а вершина уходит в небо это душа которая уходит духовный мир и значит все что мозг производит в виде мыслей, в виде решений, в виде слов, особенно в виде слов, человек называется душа говорящая, вот то, что человек производит в виде слов, это поднимается в духовный мир, и потом из духовного мира оно уходит вниз. И вот Яков проснулся из этого сна, где все это он увидел, услышал и понял. И Всевышний ему в этом же сне сказал, что я, говорит, я, говорит, сказал ему Всевышний, буду с тобой, буду тебя защищать, буду вместе с тобой, куда бы ты ни пошел. И Яков сказал, хорошо, у нас просто коты на балконе, почему-то у них там какие-то соревнования у котов, они между собой соревнуются в борьбе за место под солнцем, точно как люди, вернее, люди как коты, то есть вот эта нижняя часть человека, животная часть, она, в принципе, от котов особо не отличается, борются самцы за то, кто больше, кто круче, кто альфа-самец круче, убивают друг друга и так далее, то есть точно как коты. Значит, дальше. Дальше Яков очнулся от сна и повторил благословение Всевышнего, которое он получил во сне и сказал, что если ты будешь со мной, будешь меня охранять, вернешь меня в дом отца моего, и будет у меня одежда и еда, и будет у меня, и ты будешь мне Богом, это он Богу сказал, да? Он говорит, я больше всего хочу, чтобы ты был мне Богом. Что это значит? У человека есть выбор, у человека есть выбор, кого он ставит над собой Богом. Большинство людей ставят над собой Богом себя. Они говорят, вот я так сказал, так оно и будет. Это, конечно, иллюзия, его я так сказал, так оно и будет. Но это человек пытается свое Я поставить как бы главным в этом мире. Это большинство людей идут в эту иллюзию. Некоторые, они ставят себе Богом, то есть во что верить, это выбор человека. Человек выбирает, какой канал смотреть по телевизору, и кому верить, кому не верить, да? То есть все это выборы. И Яков, он сказал, что если ты не будешь Богом, это была его мечта, это его просьба была, да? Он говорит, я больше всего боюсь сбиться в этом мире, сбить свой интеллект с правильного пути, и не дай Бог, чтобы не начать служить каким-то иллюзорным мировоззрением. То, он сказал, я вернусь на это место, здесь будет дом Бога, так он и назвал это место Бейт-Эль, поставил там камень, потом там был первый храм Иерусалимский, второй храм, и третий храм будет там же. И это шара, шамаем, это здесь ворота в небо, и десятую часть того, что ты мне будешь давать всю жизнь, я буду отдавать тебе десятины. Он сказал, я буду отдавать тебе, отсюда мы знаем про десятины. И дальше, вот мы дошли сегодня, вторая часть этой главы, это было краткое содержание первой части. Начинается вторая часть. Вторая часть начинается со слов, статих. «Войца Яков Роглав, и после этих всех событий, и поднял, написано Яков, в ноги свои, и пошел в землю, пошел он на восток». Значит, сразу говорят комментаторы, что у человека, когда ему плохо, он не знает, куда идти. У него, когда ему плохо, он такой запутанный весь, да. Он в перекресток семи дорог, он все время думает, туда-сюда. То есть, он весь в сомнениях. Но когда у человека есть ясность, ему понятно и четко, куда идти, вот мои цели, вот мои планы, вот моя миссия, вот мое мировоззрение, все у меня понятно, поэтому говорят, Тора это как свет такой, да. Тогда у него появляется сила. Его подняли ноги, и он пошел на восток. Туда, куда его послали родители, восток, это Междуречье, это Иран, Ирак, вот в ту сторону он пошел, значит, искать себе жену. В Айра, в Айин и Бер-Басаде, и увидел он колодец в поле. И там три стада овец лежат вокруг этого колодца. Кто был вот в Израиле, или там в Турции даже, или в Ираке, в Иране, везде примерно вот такой вот пейзаж, вот эти вот холмы, 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 стада, стада, стада. И он видит такой колодец, такой древний колодец. И, значит, три стада лежат вокруг него. Потому что из этого колодца пьют они эти стада, и огромный камень лежит на колодце. Значит, если мы вспомним, то мы увидим, что, например, жену Ицхаку, когда раб Элизер искал жену Ицхаку, то он пошел куда? Пошел туда же, где мы сейчас находимся, и тоже встретил ее у колодца. Мы знаем также, что колодца в то время, это была главная, как сейчас нефтяные скважины, так же тогда были колодцы. Тогда же нефтью не пользовались, и основное, как бы, основное богатство людей, это было то, что идет, растет из земли. Это хлеб и мясо, которое поедает траву и, значит, растет. Для всего этого нужна была вода. И тот, кто владел колодцами, тот владел, значит, материальным миром. Тот, кто владел колодцами мудрости, Тора тоже называется Бер Маэм Хаим, колодец живой воды. Тот, кто владел мудростью, тот владел тоже духовным миром. Поэтому колодцы, это очень серьезная метафора здесь. И не метафора, это как бы фактическая такая идея. И что еще очень интересно, что Машера Бейну мы тоже встречаем возле колодца. Он встретил Цепору, свою жену. Все они были, все праотцы были пастухами. Это тоже важная такая характеристика. Пастух, это тот, который умеет управлять животными. Животные, овцы, например, это животные. Но пастух, это в первую очередь тот, кто умеет управлять и животными, и животными. И своим животным, это тот, тело человека, это тоже животное. И тот, у кого его интеллект, его душа выше, чем его тело, он называется как пастух. Он управляет своим нефиш, своим животным душой. И вот, значит, Яаков, он к этому колодцу подошел, и собирались там эти все стада. Они, когда собиралось достаточно пастухов, они могли этот камень большой сбрасывать, открывать колодец. Этот камень, он был как крышка такая на этом колодце, чтобы туда не могли грязь попасть, чтобы туда там дети и животные не попадали. И когда собирали все пастухи, они его откатывали. И сказал им Яаков, братья мои, откуда вы? Значит, представьте ситуацию. Древний мир, идет такой Яаков, сидят эти пастухи такие, да, дети тоже. В то время пастухи были, не все же были такие высокодуховные. Может были это пастухи такие, дети и люди. И он им говорит, братья мои, откуда вы? Откуда братва? Вот так вот он им сказал по-современному. И сказали, ми харана нахну. Из харана мы, харьковские мы. Харан это похоже на Харьков, да. Харан это город был такой, Харан, до сих пор, кстати, в Междуречи есть этот город Харан. И он им тогда говорит, а знаете вы Лавана, сына Нахора? Значит, Лаван это был родной брат его мамы. Знаете вы такого? И они отвечают, знаем. До сих пор, вот смотрите, прошло с этой историей 4000 лет. Обычно так люди знакомятся. Здравствуйте, а вы откуда? Мы оттуда тогда, из Сан-Рэма. Например, у нас есть участник из Сан-Рэма. Из Сан-Рэма. О, из Сан-Рэма. А знаете такую песню? Вернее, не песню. Знаете вот такого-то певца, который пел эту песню? Да, знаем. И сказал он им, а шаломло, ну, как у него дела? Есть у него шаломло? Потому что, когда они его знают, не факт, что это знание хорошее. Я как-то подошел к... Значит, у меня есть один знакомый, который, он вел проекты там с другим человеком. С очень известным, с этим богатым человеком. Известным-известным. И, значит, он мне рассказывал все время, они друзья с ним, они друзья там, проекты отличные, денег много зарабатывают. Я как-то увидел этого человека второго и говорю, о, здравствуйте, говорю, а я друг, приятель вот этого вашего партнера. Он говорит, да, так передай ему, что он такой, и как на него начал ругаться вообще. И, естественно, что моя репутация была моментально испорчена. Поэтому, когда Яков спросил, знаете такого? Они говорят, знаем. Он спрашивает, а шаломло, как у него шалом? Как дела у него? Он не сказал, что он его родственник, там сразу все. Сказали они, шалом, то есть у него все шалом, все у него нормально, да, он никакой там не... То есть он, все шалом у него. Вин Рахель, бето, ба, им отцон. А вот, смотрите, они ему говорят, это уже Всевышний вступает в картину, и все события, которые происходят, это уже Всевышний. И они говорят, о, смотри, вот его дочка Рахель идет со скотом. А дочка его была, она пастушка. Пастушка она была, и она посла его скот. Что мы видим из этого? Одна фраза, но умный человек, у которого есть то качество ума, которое называется бина. Бина – это сообразительность. Это то, что царь Соломон сказал в начале книги Мишлей. Зачем он написал книгу? Чтобы познать, познать познаемо. познание, ледаат хохма у мусар, чтобы познать, значит, божественную мудрость и мусар, моральную дисциплину, как управлять собой, ляавин имрей бина, чтобы понять слова сообразительности. И вот мы здесь как раз видим, как это работает. И вот Рахель, дочка, пришла со скотом. Что мы отсюда видим? Мы из одной этой фразы видим, первое, что у Лавана по бизнесу дела идут не очень. Почему? Потому что его стадо пасет дочка. В то время, если у человека были деньги, то он нанимал людей, которые пасли его стада. И значит, раз у него не было денег нанять пастухов, значит, у него с деньгами было плохо в этот момент. Второе, что мы видим из этой фразы, что у него не было сыновей. Потому что, если бы у него были сыновья, то, конечно, он не отпускал бы дочку пасти скот. А это опасно, все равно поле, мало ли кто там где. Мы видим из одной фразы, что у Лавана было плохо с деньгами, и у Лавана не было сыновей. И сказал тогда Яковым, а вот же сейчас день еще большой, да? Значит, почему вы собрались здесь? Напоите скот, идите дальше пасти. Почему вы здесь сидите? Отсюда мы тоже из этой фразы видим его сообразительность. Я уже рассказывал о том, как в одном магазине работало два работника. Одному хозяин магазина платил 100 рублей в месяц, а второму 1000. И тот, которому платили 100 рублей, ему все время же было обидно. И он говорит хозяину, почему ты платишь мне 100 рублей, а ему 1000? Хозяин говорит, вот давайте я сейчас покажу. Видишь, вот там вот телеги идут, везут зерно, какие-то купцы везут зерно. Пойди узнай, сколько зерно стоит. Тот пошел, возвращается, говорит, зерно стоит 100 рублей в мешок. Выполнил задание. Выполнил. Он говорит, а теперь смотри, зовет второго работника и говорит, пойди узнай, сколько зерно стоит. Второй работник побежал, значит, прибегает через 15 минут и говорит, они везут зерно продавать, значит, в город по 100 рублей за мешок. Я их спросил, а если мы купим все зерно сразу оптом, почем продадите? Они сказали, если оптом сразу все купите, по 50 рублей продадим. А еще я узнал, я вчера других людей спрашивал, что в соседнем городе ярмарка, и там в розницу можно будет продать по 200, а они бы у нас купили бы по 100 оптом, если бы было зерно. Хозяин магазина говорит, вот видишь, говорит разница, то есть ты узнал, сколько стоит зерно, и кроме этого ты не узнал ничего. А он мне сейчас рассказал, каким образом можно заработать там на этом 10 тысяч рублей. Понятно, да, идея? Вы спросите, а почему же он сам тогда не может заработать такой работник, если вы опять же включите бину сообразительность? Ответ такой, что для того, чтобы быть хозяином этого всего, нужны еще какие-то дополнительные знания, качества, ресурсы, деньги, но сообразительность это огромный-огромный актив и огромный ресурс, и все начинается с любознательности, с умения задавать вопросы и желания понять суть вещей. И вот, значит, Яков тогда их спрашивает, а почему, говорит, вы сейчас здесь сидите, если еще середина дня, и почему вы не напоите овец своих и не пойдете дальше? Значит, и вот, сейчас, 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 и сказали, не можем мы, пока не соберутся все стада, чтобы откатить камень с устья колодца, чтобы напоить сон. Камень большой, тяжелый, и только вместе мы сможем его откатить. Пока он с ними разговаривал на эту тему, Рахель приблизилась уже к колодцу, потому что, когда они сказали, вот, Рахель идет, она была где-то там в 100 или 200 метров. Идет она со стадом, они, так как пастухи, у них глаз наметан, они знали, что это Рахель приближается. Но пока он с ними эту беседу вел, они подошли уже к колодцу, и тут нам Тора еще раз это говорит, что она пришла со скотом, который принадлежал ее отцу, потому что пастушка она. Вот отсюда как раз мы и поняли то, что вначале догадались, что только она была у отца. То есть, раз ее отец послал, значит, нет сыновей и нет денег нанять работников. И было, когда Яков увидел Рахель, дочку Лавана, брата своей мамы, и увидел он скот Лавана, брата своей мамы, и подошел Яков к колодцу, и что он сделал? Ваягель, и он откатил просто, использован такой глагол, что он даже не напрягаясь, он этот камень просто сбросил с Суся колодца. То, что обычно делали много людей, которые собирались, он это сделал один. И после этого он поцеловал скот Лавана, брата мамы. Он был еще очень позитивный и позитивно такой эмоционально настроенный. У меня есть одни знакомые, им сейчас, ну, где-то мужу лет 70, наверное, за 7, ну, в общем, плюс-минус 70, да, буквально может быть, минимум 68. И жена такая же. И они, значит, очень, они такие вот именно праведники, такие праведники, праведники. И они все время работают, работают, помогают людям, работают, помогают людям. У них каждый шаббат там столы по 30, по 40 человек, они накрывают, он сам ходит, накрывает, она готовит. Она печет, перед каждым шаббатом в пятницу, она печет хлеб, наверное, там хлебов 30, 40, она вот специально сама руками, месяц там печет этот хлеб. В общем, очень святые люди такие. И вот это вот расцеловал Скотт, это больше всего характеризует их отношение к людям, их жизни. Они все время всем восхищаются. Вот я иногда удивляюсь, откуда у них силы. Они, вау, какая там у тебя машина красивая, там что-то, как дела? То есть, они за каждого человека, любой мелочи, они радуются вместе с ним. они восхищаются каждой вещи вокруг себя. И у них очень много позитивной энергии. И мы видим вот здесь из этого, не то, что мы видим, это не то, что я там вижу, это, честно говоря, я вам пересказываю комментарий Малбима. Это Малбим увидел, я, честно, этого не видел. Что из того, что написано, что он расцеловал Скотт Лавана, брата своей мамы, видно его, он пишет, его итпаалут, что он относился к вещам, итпаалут, активно, то есть, он был такой, вот прямо, знаете, присутствие, есть такое слово, но хахут в иврите, презент в английском, он такой был прям, вау, Скотт, поцеловал Скотт, вайшак, яков, лярахель, и потом он подбежал и поцеловал он Рахель, это была его племянница, и поднял он голос и заплакал. Мы видим здесь какую-то эмоциональную неуравновеженность. Он был, то он Скотт расцеловал, Рахель поцеловал, камень откатил, и подбежал он к Рахеле, племяннице своей, которая потом стала его женой, поцеловал и заплакал. Говорит нам устная Тора, знаете, почему он заплакал? Он увидел бы Роха Кодыш, говорит Раши, что у него был Божественный Дух, что она не будет вместе с ним похоронена. Значит, это первая причина, почему он заплакал. И вторая причина, почему он заплакал, что он пришел с пустыми руками. Потому что, как мы знаем, что до этого его племянник догнал его и по приказу его брата Исава хотел его убить. Но Яков уговорил своего племянника Элифаза не убивать его, а он ему отдал все, что у него было, включая одежду, и сам он остался в реке, чтобы тот сказал, что я его скинул в реку, скорее всего, что он погиб там, а Яков воспользовался законом, который из-за контори, что тот, у кого ничего нет, он как мертвый, да, тот, который, у которого ничего нет, он как мертвый. И он, значит, сказал, ты и папин приказ выполнил, и я в живых остался, да, это вторая причина. Первая причина, он увидел, что Рахель, Рахель в дальнейшем умерла при родах второго ребенка, и она была похоронена на, вот, возле Иерусалима, прямо она была похоронена на дороге, и в Маратамах Пыла, в пещере, где похоронен Яков, он похоронен со своей второй женой Леей, и Яков увидел Беруаха Кодыш в этот момент Божественным Духом, что так будет, и заплакал. Ваягет Яков Ле Рахель Яхи Авиау, и сказал Яков Рахеле, что брат ее папы он, брат это родственник, да, имеется в виду, и что он сын Рифти, сын Рифти сестры ее папы, и написано, и побежала она и сказала папе. Торанамусная говорит, что почему написано она побежала, она и сказала папе, что мама у нее не было, она была сирота, мама умерла, и она поэтому побежала и сказала папе. И было, когда услышал Лаван, что пришел Яков, сын его сестры, побежал он ему навстречу, и обнял его, и поцеловал его, и привел его в свой дом, и рассказал он Лавану все вещи, которые случились с ним, то есть он рассказал ему всю историю про Исава, и про все он ему рассказал. Значит, что мы видим здесь? Мы видим, что вот это качество побежал, энергичность, не сидеть на месте, оно было очень присуще всей семье, Авраама, Якова, Ицкака, то есть они были, что точно про них нельзя было сказать, что они ленивые, они вообще не ленились, они все время двигались, бегали, создавали, делали, то есть у них было очень сильное внутри вот эта вот энергия действия, и Лаван, который был из этой же семьи, он побежал, значит, именно побежал, везде написано, Ваишкамба Ботер, встал рано утром, побежал, сделал, и сказал ему Лаван после этого, кость от кости ты моей, мясо от мяса ты моей, поживи у меня месяц, и поживи у меня месяц, все, я тебя на месяц пускаю жить, и сказал Лаван, Якову, брат, потому что ты брат мне, и не можешь ты мне служить, работать у меня бесплатно, так как ты, ну, я понимаю, что ты не можешь сидеть и бездельничать, значит, ты будешь работать, скажи мне, пожалуйста, свою зарплату, сколько тебе надо платить, значит, тоже из этого момента мы видим, есть в Талмуде, в трактат Баба Мецея, значит, это седьмая, седьмая глава, называется тот, кто нанимает работников, и там разбираются все законы, связанные с приемом на работу, и очень путанная тема, когда ты принимаешь на работу родственника, это очень сложная, сложная тема, почему? Если ты принимаешь на работу не родственника, то тут все понятно, есть некие законы, регламентирующие каждый вид деятельности, есть средняя заработная плата по рынку, сколько больше, сколько меньше, там, ну, в общем-то, все регламентируется какими-то законами, но если это родственник, непонятно, то ли он должен тебе больше помогать, и ты должен ему меньше платить, то ли ты его родственник, ты ему должен помогать больше, и ты ему должен больше платить, То есть здесь наступает очень путаница, и вот из этого места мы учим, что поэтому родственники должны особенно внимательно договориться, чтобы не было невыполненных обещаний и ожиданий. Поэтому Лаван, он ему говорит, давай с тобой договоримся, так как мы родственники, кости от кости, плоти от плоти, давай скажи мне, какую оплату тебе надо платить, чтобы мы заранее все на берегу обсудили. У Лаван Штейбанот, и было у Лавана две дочери, одну старшую звали Лия, а младшую звали Рахель, и глаза Лии были Ракот, Ракот это такие у него были глаза, когда человек много плачет, у него глаза становятся такие чуть-чуть заплаканные, да, и у него были глаза сильно заплаканные, да, Растора об этом нам говорит, что глаза были у него заплаканные, она всю молодость, она проплакала, что ее отдадут замуж за Эйсава. То есть говорили люди, что вот у Рифти есть два сына, и у Лаваны есть две дочери. Старшая пойдет старшему, младшая пойдет младшему, и когда старшая спросила, а что про старшего можно сказать, сказали, что человек он волосатый, дикий такой, да, и она начала плакать. И плакала, она плакала до этого момента. Я вот лично, это я нигде не видел этот комментарий, но я из этого момента для себя лично выучил очень интересную вещь. В итоге-то она вышла замуж за Яакова, она же не вышла замуж за Эйсава. Получается, что она всю жизнь проплакала впустую, глаза испортила, потому что она всю жизнь плакала в пустоту. Представляете? Хотя вот сейчас мне пришла другая идея. Может быть, за счет того, что она плакала и говорила, не хочу замуж за Яакова, не хочу, Всевышний, пожалуйста, сделай так, чтобы я вышла замуж за какого-то другого хорошего человека. Может быть, поэтому она и вышла замуж за Яакова. Все может быть, но мы видим, что по факту плакать, глазам ничего хорошего от этого не было. В Рахеле Айта, Яфат Туар, В Яфат Море. А Рахель была красивая с Таном, у нее была хорошая фигура, она занималась, видно, или художественной гимнастикой, или йогой, или пилатусом, но она была очень, у нее была хорошая фигура. И прежде всего, когда смотрят на женщину, обращают внимание на ее фигуру, как она держит пояс, ну, как у нее, вот ровная она или нет. Это про Рахель написано, что она была Яфат Туар, она была, и в Яфат Море, и она была красивое лицо. Все это мы на сегодня закончили. Что было дальше, мы узнаем когда, с Божьей помощью, завтра. Давайте подведем итог сегодняшнего занятия. Значит, первое, что можно сделать вывод какой, что надо быть сообразительным, надо смотреть вглубь, да, это первый вывод, что надо смотреть вглубь вещей, быть любознательным, быть интересующимся, и это открывает целый новый мир. Понятное дело, что если ты сам лично пытаешься что-то понять, то возможность ошибки, она практически стопроцентная. Поэтому интересоваться очень правильно Торой, что, в принципе, мы все и делаем, изучаем Тору по утрам. Потому что Тора – это объективная реальность, которую дал создатель этого мира, чтобы мы ее изучали и строили свою жизнь, действуя по Торе. То есть, покаместь, из этого понятно нам, что надо быть, то, что я для себя сделал, надо быть любознательным, но я стараюсь это делать. Надо быть яфе туар, надо заниматься своей осанкой, тоже это важная вещь. И, значит, не надо думать, что будет плохо и плакать по поводу бед, которые не произошли, потому что вполне возможно, что они не произойдут, и вы плачете зря. А если они произойдут, так лучше было бы не плакать, а каким-то образом радоваться, чтобы все это время, пока беда не пришла, хотя бы быть незаплаканным. Ну и, может быть, готовиться, молиться, чтобы это беда не произошла. Все, друзья, удачи и успехов, всем хорошего, прекрасного дня, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и наполнит шилот вашего сердца, запросы вашего сердца для вашего добра, чтобы вы создавали, и мы создавали, включая меня, ангелы, которые поднимаются вверх и к нам спускались от этих ангелов, ангелы, которые нам придут вниз, чтобы принесли нам хорошие-хорошие какие-то подарки. Ни в коем случае нельзя огорчаться тому, что уже было, потому что это уже было, это, в принципе, бессмысленная вещь, огорчаться тому, что было, если ты не можешь это исправить. Исключение – это законы тшувы, раскаяния, когда ты можешь раскаянием своим, что ты что-то делал, исправить того ангела, который уже поднялся наверх с плохим поступком, но ты этого ангела просто тормозишь, тормозишь на подъеме и говоришь, секундочку, я уже хотя бы половину, даже если ты сделал какое-то действие неправильное, но ты исправил то, что ты хотел сделать до этого, да, то есть то, что запускает действие, всегда это желание его сделать и решение. Так вот, если ты тшувана, как делать, вот этот ангел, ты что-то сделал плохое, да, ангел поднимается, силу ему подъемную дает твое решение и твое желание сделать это зло, но если ты сделал тшуву, раскаялся, и ты убрал свое желание, а наоборот, ты говоришь, я не хотел, я больше не хочу, я больше так не буду, это ужасно, что я так делаю, это неправильный был поступок, то ты этому ангелу просто подрезаешь крылья, и он уже до верха не дойдет, нет у него подъемной тяги, поэтому делать тшуву надо, но если что-то произошло, что вы исправить не можете, и там нет вашей вины, что-то произошло с вами, например, да, то лучше, конечно, принять, принять, чем злиться. Все, удачи всем и успехов, всем хорошего дня, чтобы было И как раз вот сейчас вот этот вот парень, который погиб на остановке в теракте, как раз сегодня написали, что его родители сидят сейчас 7 дней, Шива, сейчас только что как раз вот читал это, да, вот, я даже послал сыну, значит, зовут этого мальчика, значит, Саир Ария Щупак, Ария Щупак, чтобы было тоже Мали Луни Шабан для поднятия его души в сегодняшний урок. Все, всем до завтра, удачи, до завтра.